добрый вечер снова у нас наша недельная глава это глава тазрия обычно глава тазрия и идущий за ним и цура они идут вместе эти две головы по этой темы у них похожие в принципе тазрия начинает начинается с ритуальной нечистоты роженицы и постепенно переходит так называемой проказе снова кстати слова проказа это не болезнь проказа которую мы знаем которая то есть неправильный перевод а царат царат это не совсем проказа это такое духовно духовная болезнь в каком-то смысле которая выражается физически и мы знаем что она связана так выучи наши мудрецы что она связана с понятием лошон гора с злословием так называемой сплетнями откуда мы это учим нескольких мест и одна из вещей которую учим от мирьян это мирьян который говорила про муша всевозможные вещи то как бы претензии что он типа жену оставил так далее она покрылась проказой вот эти муша рабейну сам пока покрывался проказа из-за лошона раз они ха то есть злословия на народ израиль где это было когда был не сгорающий куст правильно моему всевышний говорит там где-то не поверят то есть знаки он говорит засуни руку свою то есть да себе то есть пазуху вытащи он увидел что она покрылась проказой и это на раше объясняет что это было наказание за то что он сказал лошона ра на народ израиль вот вот такая вот вещь и у нас мы сегодня раз можно на прошлой неделе сделать небольшое отступление от традиционных называется выискивание и в недельной главе и занялись возможными вещами связаны с мусаром этика еврейская и так далее мы говорили в прошлом уроке о проблемы с гневом то сегодня мы поговорим то что подымается так или иначе с этой проказы это царат это вопрос лошон гора дело в том что наши мудрецы как сказал они сказали что проказа это вот проблема царат мы назовем его царат по причине того что проказа неправильный перевод вот мы так ими называется называется царат который приделает ритуальную нечистоту она связана то что человек говорит лошон гора и мудрецы наши связали и кстати таким образом они объяснили некоторые законы которые мы читаем скажем так частность законов у у человека который покрывается этой царат говоря нашим мудрецы трактат архин то есть да архин что одиноким будет сидеть за пределами лагер почему он должен в одиночестве за пределами лаги в принципе уходит в карантин так называемый и отвечает то есть он отделил между человеком и его женой между человеком и его близнем поэтому кто рассказал мера за меру одиноким будет сидеть своим злословием и так далее он привел к тому что люди рассорились то есть допустим мужчина со женой или человек со своим другом по этой причине ему наказание чего и по царат приводит тому чтобы в одиночестве сидеть за пределами лагеря в карантине маништа на митсура ши амра тура яви шты цепурим ли тагара то то есть да что и мы почему тора то есть заповедовала митсура то есть этому человеку чтобы для того чтобы очиститься он должен принести двух птиц то есть да то есть есть два птицы которые он пускает одну приносит жертву откуда мы это учим то есть потому что амара кочбов у вас эмасы патит лификах амра тура яви курбан патит то есть сказал всевышний так он сделал вещь патит чтобы патит раша объясняет что он говорил и рассказывал озвучивал свой звук то есть в тишине то есть да то есть втихаря то чтобы никто не знал шептался про это по этой причине он принесет жертвоприношение которое патит имеется ввиду жертвоприношение которое очень громко говорит птицы они чирикают и так далее много шума производят по этой причине так как тоже мера за мир в любом случае мы видим что наши мудрецы это связывают и так объясняют законы цара и дело в том что если мы перейдем к вопросу этики мусара как я говорил один из величайших скажем так отцов ну а то мусар подхода вот это вот этическое это целое учение было в литве восточной европе это был раби исраэль салантер раби исраэль салантер в чем смысл был это вот движение мусар это движение было в том чтобы укрепить заповеди между человеком и человек то есть очень акцентироваться на выполнение заповеди между людьми правильных отношений и так далее в этом акцентировать и очень много скажем так жаловался раби исраэль салантер скажем так как часть вот это вот переживание его его заботы о заповеди которые между людьми он очень много жаловался на проблему лошонара проблему злословия у людей причем среди людей исполняющий тору и заповеди есть в его книге в игрок мусар он говорит следующее и наши глаза видят и наши глаза видят очень часто то есть многие запреты которые человек от них остерегается то есть по природе своей и не нарушит их никогда даже если его будут очень сильно прижимать есть очень тяжелые запреты которые человек нарушает их спокойно например очень многие из наших братьев и сыновей израиля почти все то есть да не будут ничего есть без того чтобы не дай бог не мыть руки то есть да не будет ничего есть без обывания рук ну это он говорил про свои времена сегодня это не то но в принципе он говоришь народ израиля а ничего есть не будут даже если будут сильно голодать и будут очень страдать нету наделать и дай им они не будут есть но вместе с этим балашонгара в злословии несмотря на всю его строгость легко нарушат его даже без особого скажем так потребности до без особого то есть тяги он говорит есть происходит очень странная вещь люди готовы то есть на ради запреты даже легких то есть даже запрет закон мудрецов умывать руки они готовы страдать и так далее но без этого делать не бог тяжелейший запрет мы еще поговорим в чем именно тяжесть запрета то есть в чем его проблема люди даже не замечая его нарушает причем даже когда им особой потребности в этом нет то есть не то что там прижало и так далее не в моготу то есть раф салангар говорит как и действительно то есть если мы говорим с этим сброшу имя лошонара кто у нас связан с лошонара кто мудрец который больше занимался все сразу кинутся сразу хафетсхайм правильно хафетсхайм и почему именно он это кстати хафетсхайма зовут как его зовут раби исраиль мегира куэн из радина то есть раби исраиль мегира куэн кличка его хафетсхайм по названию книги книга которая связана занимается лошонара откуда она берется название свое и стиха то есть до мига еще хафетсхайм кто хочет жить желает жизни то есть да я говорит придите ко мне я вас получу богобоязнь салмы царя давида то есть человек который хочет жить называется сохрани то есть то есть свой рот то есть от плохих то есть говори так далее то есть в принципе запрет за словами то есть он пишет то есть книгу хафетсхайм честь нее называется и у него есть еще одна книга которая называется шмират алашон шмират алашон чем книга которая занимается аллахой то есть что можно что нельзя и так далее объясняет законы то есть да вопросов то есть раз как правильно разговаривать полоте что можно что нельзя ашмират алашон книга хафетсхайма она занимается чем она занимается именно вопросом этики точнее в принципе в чем запрет в чем строго в чем проблема этого очень интересная вещь дело в том что хафетсхайм как личность но мы Мы еще Хапецхайма знаем как что, как автора Мишнабрура, как одного из галахических авторитетов центральных Восточной Европы, очень важная личность Настыкина конца 19-го, начала 19-го века, связанная с Агудат-Исраэль, то есть движением, которое связано с поднимаемой землей Израиля, так или иначе, человек известный, занимался очень часто, то есть очень много в Первую мировую войну солдатами, то есть еврейскими, говорил, что ему делать, и тех, которые забрали в армию, то есть называются, как называются, те, кто на 20 лет за ним забирали, кантонисты, он им объяснил, то есть давал, занимался этим тоже, и вообще обычно принято его не считать частью, то есть называется вот это вот движение мусар, которое Рава Салантыра, так принято, его принято считать отодитакт, то есть человек, который вообще, то есть в принципе, знаешь, что такое отодитакт? Человек, который сам себя научил. Кстати, Равле Шиф такой же был. Он, то есть как бы не учился определенно у кого-то, то есть в принципе он вырос сам по себе, стал великий сам по себе, и у него был особо свой подход, то есть и как бы вот это все распространилось. Но это не совсем верно. Почему? Потому что исторически он является тоже одним, скажем так, из основателей этого подхода движения мусар, то есть он, правда, продолжителем его. Почему? Потому что, когда он был молодым, он нередко слушал речи Рава Исраэля Салантыра, Рава Исраэля Салантыра, и они на него очень сильно повлияли. Рава Исраэля Салантыра, он как бы был отцом-основателем этого движения, и есть рассказ, что однажды в Вильнюсе, там, где находился молодой Хаффетсхайм, Рава Исраэля Салантыр говорил именно про проблему злословия, это Салантыра и так далее, и он сказал, Алевай, он сказал, дай бог, чтобы нашелся мудрец Торы, который напишет по этому поводу книгу, особый, которым будут все законы, связанные с Салантыра, и так далее, и так далее. Хаффетсхайм взял на себя как цель своей жизни. Причем известно, что он очень много посвятил этой книге, то есть много времени ее писал, много собирал, но что по-настоящему. Нет, вот знаете, в законах, кстати, еще проблема, это один из тяжелейших запретов, то есть в нашей голове показано, то есть наши мудрецы-то связали это с проказой, с царатой и так далее, и проблем огромных, и мы сейчас увидим тяжесть этой вещи. С другой стороны, нету вот как бы кодекса, где это собрано. Возьмем кашрут, он лежит в одном месте, и можно пройти и написать, допустим, или там законы Пецеха, законы праздников и так далее, они лежат. Законы злословия нужно собирать пинцетом разных мест. Это проблема. И вот, то есть Рабхайм, то есть я говорю Рабхайм, Хаффетсхайм, Раб-Исраэль Мейр-Хакоэн, из Радина, то есть этим занимается, делает всю его жизнь, получается. И в принципе он пишет эти два книги, и вот, допустим, книга Шмирата Лошон, хранение языка, так называемого, Раб-Исраэль Мейр-Хакоэн, то есть Хаффетсхайм, приводит несколько слов, то есть изречения наших мудрецов, которые относятся очень жестко к запрету Лошона Рада. Но надо немножко понять. Пишет Хаффетсхайм так. Насколько великая сила Лошона Рада, что она стоит напротив трех страшных грехов. Какие страшные грехи? Убийство, пролюбодеяние, идолопоклонство. Как сказано в Гмаре в трактате Арахейм, у Медраша Шухертов, и сказано в Танадебера Вишмай, то есть, да, это таймологические источники. Каждый, кто рассказывает Лошон Рада, то есть два слова и так далее, засовет и не материться. Материться – это отдельное, кстати, тот, который раскорняет свой язык. Это запрет отдельный. Есть запрет, вы знаете, что есть запрет материться? Есть Гмара и так далее, есть запрет сквернословить. Он настолько сильный, что даже мудрецы, даже когда нет сквернословия, а когда это что-то такое, они изменяли, говорили, то есть, называлось Лошон Сагинагор, то есть, с чистым языком. Допустим, слепого называли себе Пыма, называли, Сагинагор, это говорили, то есть, зряч, то есть, про слепого и так далее. Меняли слова для того, чтобы говорить чистым языком, и поэтому мат евреи и мат – это несоответственно. Здесь говорится про Лошон Рада, именно плохой рассказ. Сказано, что человек, который рассказывает, он увеличивает грехи напротив всех этих трех запретов – идолопоклонство, прелюбодеяние и кровопролитие. И сказано в Сифре, это еще один атомический источник, и также в трактате «Арфин» – 10 испытаний испытали мудрецы. Наши мудрецы испытали, сказано, 10 испытаний испытывали Всевышнего, пока он на них не свалил наказание. И их подпись, их приговора была, когда они сделали преступление Лошон Рада, то есть, было бы злословие. Как сказано в трактате «Авот» – «Вейна сути зе эсэр паамим бэлёш шаму бакулит», то есть, испытывали меня 10 раз и не слушали моего голоса. То есть, в принципе, вы достали Всевышнего своими словами. То есть, злословие вас, в конце концов, привело к приговору. Говорит Хафетсхай, очень интересная вещь, почему, то есть, нужно понять, почему мудрецы настолько жестко относились к Лошон Раду. В чем смысл, почему так? И именно Хафетсхам объясняет это, почему это настолько, настолько, настолько большой запрет. Говорит, и потому что, когда мы немножко посмотрим в эту страшную вещь, мы сразу поймем, что почему Всевышний настолько скрупулезно относится к этому греху. Из всех грехов, то есть, он больше всего, то есть, по его, скажем так, весьма, скажем, педантично к этому относится. Вплоть до того, что он не хочет быть в каком-то союзе с человеком, который говорит Лошон Раду, даже его спасать. Представляете, что говорит Лошон Раду настолько страшно, что Всевышний не хочет быть частью, как-то соприкасаться с человеком, который его говорит, и он даже не будет ему никогда приходить на помощь. То есть, от него отдаляется Всевышний, и в Всевышний у тебя находится. Кстати, может быть так, можно объяснить. Проказу и тума. Что такое ритуальная нечистота? То есть, то, что человек должен быть выгнан за пределы всего лагеря. То есть, он не должен быть вообще в пределе лагеря Стана народа Израиля. То есть, в Стане народа Израиля сказано, что Всевышний проходит в Стане от края до края. То есть, он находится в Стане народа Израиля. По этой причине человек такой не может находиться в Стане. Это не Хафецхайм говорит, а я просто от себя добавляю, объясняю его слова, что человек, которым Митсура, то есть, который Царат, который он заработал из-за своего лошонара, из-за своего злословия, он выкидывается так, что Всевышний вообще с ним не встречается. И нет никакой защиты от Всевышнего. То есть, это страшно, это ужаснее может быть. Почему? Говорит Хафецхайм, что тот, кто хочет посмотреть, можно посмотреть в Сифре, и также в Зогар, то есть, да, он приводит Зогар, в главе Шлахскадна сказал Раби Шимон, на все прощает Всевышний, кроме лошонара. Всевышний лошонара не прощает. Это воу. То есть, да, страшный грех. То есть, Всевышний может все прощать, кроме лошонара. Почему? И он объясняет очень интересную вещь. Как работает лошонар? Дело в том, что Всевышний любит народ Израиля очень сильно. И они у него как будто дорогой сын и то, что называется, ребенок. То есть, ребенок старца, ребенок, с которым играет. Ребенок, который развлекает. От рада Всевышнего, как сказано у пророка Эрмияу, Абен Якир Лейфраим, им еле чашу им. То есть, сын мне дорогой Фраим. Короче, в принципе, Всевышний относится к народу Израиля как к самому любимому, самому дорогому сыну. Теперь, говорит Раха Фетсхайм, и когда у человека есть сын, дорогой ему, и он видит, что он нехорошо себя ведет, этот сын, несмотря на то, что он покрывает его из-за большой любви к нему, и даже если он наказывает его периодически за его проступки, в любом случае, в большинстве будет у отца милосердие и прощение и так далее. Поэтому, и понятно, что если придут к нему люди, раз, другой, и будут рассказывать ему, насколько плохой его сын, насколько он делает всякие плохие вещи и так далее, как он делает проблемы с людьми, то есть не просто так, что он всех задирает и так далее, естественно, у его отца гнев усилится на своего сына, и он его будет бить и унижать, в каком-то смысле своего сына. И кто к этому привел, чтобы это произошло, чтобы отец так относился к сыну? Хамисапея – тот, кто рассказал. И это то, что происходит с нами. То есть по поводу Лошунара, говорит Хафацхай. Ибо Всевышний от большой любви, он любит народ Израиля. И несмотря на то, что он знает прекрасно, что делают люди даже в Бесетер, то есть даже в своей комнате, никто никогда не видит, он все знает. И для него это все открыто. И несмотря на все это, он не пробуждается сделать зло. То есть народу Израиля, как сказано, Ираша объяснил, то есть да, там в любом случае, то есть не придет, как Раша объясняет, что не придет обвинитель, то есть так работать, пока не придет обвинитель и не будет рассказывать про вот эти все грехи перед Всевышним. То есть да, и тогда он обязан реагировать на это и наказывать. То есть да, в принципе, он объясняет, что как на земле, то есть если к царю придут и будут говорить, что есть плохие вещи, то он обязан среагировать и заниматься этим. Таким образом, естественно, то есть по отношению к царю Всевышний. Что говорит Хафацхай? Хафацхай говорит в первую очередь, Лошунара бьет по тому, по кому вы рассказываете. Он бьет по нему, кстати, он бьет по нему как физически, то есть еще до этого Хафацхай, то есть еще Раб Страль Салантин говорит, что он разделяет ближнего от ближнего, мужа от жены и так далее, он привносит раздор между людьми, но он еще бьет, он приводит к тому, что Всевышний гневается. Всевышний гневается и наказывает, в принципе, то есть первый, кто страдает от этого, тот человек, про которого рассказывал Шонара, так или иначе он становится жертвой. Но продолжает Хафацхай, и немножко позже, то есть в той же книге, он приводит еще одну проблему, которая появляется, почему Ильдал Шонара настолько тяжелый. И он говорит очень интересную вещь. Он Ешинян Пашу. Есть еще очень простая вещь, которую мы можем увидеть по поводу, насколько плохо это преступление, Митсу Долшонара. И оно, как мы знаем, что в чем величие человека над животным. Он на том, что Всевышний дал человеку говорящую душу, как сказано в книге Бариши, вейпах беапавныш мацаим веи адамлене фишхая. То бишь, чем человек выше животного, это тем, что он умеет говорить. Он умеет говорить. Мы, кстати, когда училище Гусинглаф Рамбома тоже это упоминали, то есть немножко это расширили. Но, в принципе, вот эта вот душа человеческая, она умеет говорить, то есть Медабер, это тем, что человек выше животного. Потому что есть иерархия, то есть есть Думэм, то есть есть неодушевленная, есть Сумэф, то есть растущая, это растение, есть Хай, то есть живое, это животное, то есть Медабер, это человек, который говорит. Вот, и он дал возможность, говорит, у него есть перевод на арамейский Торы, и там, в принципе, перевод, он перевод с другой стороны, он комментарий, он там приводит, то есть имеется в виду, что такое рух мималила, имеется в виду, это только он дал ему, если его разговор приносит к исправлению, приносит к строению, то есть секунду, что-то исправляет, что-то строит, что-то развивает, то есть для этого это было человеку, тогда человек поднимается выше животного, то есть Всевышний дал ему, то есть таким образом, если человек использует свой язык, свою возможность говорить для плохого, он еще хуже, чем животное. Представьте, то есть говорит Хавицхан, человек, который использует свой язык, свою возможность разговаривать для плохого, Он хуже животного. Почему он хуже животного? Потому что животное не испортит. То есть оно не говорит, оно не может ни опуститься, ни подняться. Оно стоит на месте. А здесь получается, что человек, который начинает алкоголизм, он спускается вниз. Он говорит, поэтому сказано в стихе «ми аиш». То есть кто человек? Ахафредсхаим, то есть желающий жить, именно человек. Почему? Потому что если он не будет держать свой язык, как сказано, «ми аиш и хафредсхаим», то есть хранить свой язык от злоречия и так далее, говорит Хафредсхаим, если ты этого не делаешь, то есть ты неправильно используешься на зло, ты не человек. То есть так учатся из стиха. И тем более, когда он бен Тура, то есть человек, который... Скажем так, человек Тура, человек, который вроде мудрец, живет Тура, соблюдает западец далее, он еще более ужасный, то есть страшнее, еще более пакостный получается. Если ты человек, который соблюдает Туру, и он злословит, то есть он злословит, он говорит такие вещи, он еще хуже. И он похож на траклингадоль, убильщик бурский кровообеттохол. И он похож на огромный дворцовый холл, посреди которого находится яма бурской. Бурской это обрабатывали кожей. Причем, что у него особенность? У обрабочников кожи в древности считалось, вот этот бурсаке, прошу прощения, бурсаке, это вонь адская. То есть, да, поэтому человек, допустим, не мог заниматься этой работой без лишения жены. Есть много законов по этому поводу. Так вот, это как будто в большом холле дворцовом и так далее, в мудре Сторе, находится огромная воючая яма, которая смродит. То есть, с этим он сравнивает. Как сказано, похоже на это в трактате Дерехтерец, то есть, в третьей главе имеется в виду трактата Му. Что говорит Хафетсхайм? Говорит, что я не скажу. Человек, то есть, как мы сказали, то есть, во-первых, страдает тот, про которого говорить, но тут еще больше. Человек, который рассказывает Лашонара, человек, который говорит Лашонара, звасловец, сплетничает и так далее, он сам наносит на себя удар. Если мы скажем первый удар, который мы сказали, что человек от этого человека отдаляется Всевышний, тут еще происходит. Он использует, он использует ту силу, ту особенность, которую заложил Всевышний в человека, то есть, возможность говорить для плохого, он перестает быть человеком. То есть, он перестает быть человеком. Я могу отсюда дальше сделать. Хафетсхайм это мне пишет. Допустим, если я возьму слова Рамбома, который говорит про разницу с точки зрения божественного проведения между животными и людьми, то у животных божественное проведение, как объясняет Рамбом, оно называется ашгахатаминим. Что такое ашгахатаминим? Это наблюдение над видом. То есть, в силу жизни заботится о том, чтобы вид не исчез. Но не более того. То есть, наличность, то есть, каждому отдельной кошечке, переодерживая их собачки и так далее, Всевышний не делает никакого божественного проведения. То есть, они полностью выброшены на природу. То есть, Всевышний, скажем так, не заботится о сохранении индивидуума, а заботится только о сохранении вида. С людьми это по-другому. С людьми люди, которые, как Рам объясняет, которые поднимаются, соблюдают, которые присоединяются к Богу и так далее, тогда они заслуживают то, что Всевышний с ними, то есть, скажем так, личное проведение. Если нет, то есть, если они ведут себя к животным и так далее, то они выкидываются, вот как животные в общее. А здесь получается еще хуже. И это как раз присоединяется к тому. То есть, если даже ниже животного, то ты не заслуживаешь даже проведение, то, что называется, вида. То есть, Всевышний от тебя отрекается. Это то, что я сказал в предыдущем отреке, который я читал, я по-русски автоматически переводил из текста, что Всевышний от него отдаляется, не имеет с ними никаких контактов. То есть, человек вообще, то есть, он страдает настолько, он разрушает себя, он перестанет называться человеком, от него Всевышний отказывается и так далее. То есть, в принципе, он делает из себя еще хуже того, про которое он говорит. И, кстати, в второй части книги Хафцхайм объясняет, что кроме того, что называется качественной проблемы с лошонара, то есть, то, что мы сейчас объясняли, есть и количественная. Это очень интересная вещь. Смотрите, чтобы человек понимал, что с ним происходит, когда он говорит лошонара. Сказано, обычно говорят, что человек, который скажет лошонара, он увеличивает свои грехи на небесах. Как сказано в Тиглим, то есть, он приводит, шатубы самим пигем, в лошонам, тигалех баарас. То есть, шатубы шамаем, то есть, поднялись к небесам их рты, то есть, их язык идет по земле. Окей, что мы здесь думаем. Мы здесь можем по-простому объяснить. То, что сказали человек, который говорит лошонара. О том, как называется, то есть, говоря уже о том, кто привык говорить лошонара, то есть, да, и не принимает на себя опасаться этого, то есть, чтобы не говорить. Этот человек каждый день, то есть, нету дня, чтобы он не говорил лошонара. Потому что он всегда найдет, про кого рассказать. Теперь, даже если мы не будем высчитывать много слов, то есть, да, сейчас объясню, что происходит. Но, допустим, он сказал четыре-пять слов в день, то есть, иметься лошонара. Четыре-пять слов. Это приблизительно тридцать слов в неделю. В течение года это приблизительно, он хамеша с рамеот, пятнадцать сотен, имеется в виду полторы тысячи. Таким образом, если, то есть, он говорит так, дело в том, что запрет лошонара, в лошонара, каждое слово лошонара это отдельный запрет, это отдельное нарушение. Таким образом, получается, если мы каждое отдельное слово в лошонара считаем отдельным преступлением, то получается, человек, который говорит, то есть, четыре-пять, то есть, слов в лошонара в день, этот человек доходит в год до полторы тысячи нарушений запретов Торы. Теперь, таким образом, он говорит, почему он-то учит, потому что говорит каждое слово святости, например, в Торе и так далее, оно наоборот заслугно. Вот, и заповедь этих. Теперь, таким образом, если он будет так всю жизнь говорить Лошонара, то у него соберется приблизительно 80 тысяч и больше нарушений запретов Тор. И мы знаем, что с каждым нарушением заповедей появляется один обвинитель, как написано в трактате Авод. Таким образом, человек, который делает одно преступление, зарабатывает одного обвинителя. И теперь, как называется сердце человеческого, когда Гайпл увидит войско целое, стоящее обвинителем против него? И это мы высчитывали человека, который говорит 4-5 слов в день. И таких, то есть это почти несколько людей таких. А тем более Баалей Лошонара, то есть люди, которые любят почесать языки, то есть Лошонара, то есть порассказывать. То иногда это 200, а то и больше слов в день. То есть Лошонара. Таким образом, и это то, что имели в виду наши мудрецы, сказав, что каждый рассказывающий Лошонара увеличивает свои грехи до небес. То есть геометрическая прогрессия. И это должно положить то, что положить человек на свое сердце, обратить внимание и знать, чтобы он, не дай Бог, не был пойман наверху за эти грехи. То есть Баалей Лошонара говорит очень страшную вещь. То есть мало того, что перестаешь быть человеком, мало того, что Всевышний с тобой не общается, с каждым словом Лошонара ты создаешь себе ангел-обвинитель. Когда ты придешь на высший суд, называется, ты будешь стоять против воинств ангелов-обвинителей только в Лошонара, не считая все остальное. Причем это так легко. Это так легко заработать. Лошонара сказал, оп-оп, тан-тан-тан-тан, каждое слово, счетчик, пошел работать. Поэтому настолько страшно. Кстати, поэтому, кстати, Митсура. Митсура это за километр его отделяет человека. Это человек, который покрытый проказой. Человек, который страдает страшно отделением его. Потому что его выкидывают в пустыню, он должен находиться в пустыне, он находится далеко от всех. Он должен обдумать свое поведение сам с собой и подумать, насколько он будет станет изгоем везде. И что вам нужно поменять в свое поведении? Окей. Уже не говоря о том, что ритуальная нечистота, она часть смерти. То есть, да, уничтожение, смерть и так далее. Что мы можем из этого выучить? Мы можем выучить из этого очень важную вещь. Следите с вами за тобой. Причем, тут очень важно, не все лошо на рак. Поэтому очень важно, кстати, учить книгу Хаффетсхайма. Есть вещи, которые человек не просто это не лошо на рак, человек обязан рассказывать. Когда нужно кого-то спасать, кого-то определить и так далее. Я знаю, что сегодня используется лошо на рак как суперорудие. То есть, да, ты пытаешься объяснить ситуацию, предостеречь людей и начать, а, лошо на рак. Это не лошо на рак. Тогда, допустим, есть польза. И если я людям скажу и огражу людей от ошибки по определенному другому человеку, это не лошо на рак. Пойти рассказать в полицию про человека, который делает преступление, это не лошо на рак. Поэтому стоит учить законы. С другой стороны, обсуждать соседа, соседку, начальника и так далее, нужно 20 раз подумать, есть ли в этом какой-то смысл. Кстати, нам часто это совершенно не нужно. Можно обсуждать проблему, не называя имен. Можно обсуждать проблему, не упоминая личность. И тогда ты не лошо на рак. Ты решаешь свои проблемы. Иногда действительно горит, иногда действительно болит. Если хочется высказаться, хочется сказать, что есть проблемы и так далее, как то решат. Это можно. Не надо при этом, называется, рассказывать, а вот ты знаешь. Короче, бабушка на лавочке Семеновна и так далее, это неправильная модель. Я думаю, что то, что мы сказали, понятно. Есть о чем подумать и на какой ущерб находишь другим. Какой ущерб человек, говорящий в Асамаране, несет в себе, насколько это проблематично. И насколько он себе делает ангелов обвинителем в этом свете, скажем им слово. И Байзрата Шем, чтобы мы удостоились, чтобы мы этого не делали, чтобы мы правильно следили за речью, говорили там, где надо, а там, где не надо. И наоборот, делали больше себе ангелов-защитников. Чем больше Торы, чем больше слов Торы, тем больше ангелов-защитников. С каждым словом. Тогда будет ваша защитная, скажем так, система намного более мощная, чем обвинитель. Байзрата Шем. Так, на этом мы сегодня заканчиваем. Я выключаю запись. Те, кто слушал нас, запись, все хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok